добрый день ну пробуем открыть наш семинар он дважды необычен потому что но первое это первый блин именно онлайн семинара потому что конечно живое общение очень сложно чем-либо заменить вот второе второй момент так как пока идет вариант не варианта точнее как бы история с видео лекциями и обсуждения и вопросы ответы будут после видео лекции поэтому будет такой монолог я привык работать выработать диалогами но тут вот тот вариант когда сначала я буду вещать потом вы помечаете вопросы которые задаете мы будем обсуждать уже эти лекции ну во всяком случае так мы попробуем сегодня да так как еще не очень мягко говоря не устоявшийся формат с онлайн лекциями вот поэтому мы будем как бы совершенствовать это прямо прямо на вас извините вот но и на мне естественно то есть поэтому какие-то корректировки для более удобства удобной работы мы будем с вами вносить наверняка это первая необычность вторая необычность что я в прогрессе провожу два семинара отдельно для художников по свету и говорю им постоянно что ребята давайте пожалуйста изучайте видео потому что видео на сцене и свет на сцене они неразделимы то есть ну маленький пример да я приведу художник по свету задумывает какой-то узкий локальный луч где только солист главный герой на сцене в полной темноте видео художник в этот момент придумывает себе какой-то концепт и огромный экран и на нем на белом фоне на ярком какая-то замечательная картинка которую придумал видео художник все отдельно замечательно вместе сами понимаете что из этого получается поэтому вещи которые не обсуждаются дать то есть уже аксиома что цвет и видео должны работать слаженно и если этим занимается два художника два человека два художника совершенно верно два художника и по свету и по видео они должны как минимум хотя бы согласовывать свои действия как минимум вот ну а по большому счету мы все-таки искусством наверное занимаемся поэтому идеально я вообще агитирую за то чтобы это находилось в одной голове то есть пускай этим занимается несколько человек но а может быть лучше идеально и один человек во всяком случае моей практике я стараюсь и видео и свет делать как вы либо вместе либо у меня несколько есть партнеров с которым мы просто физически разделяем как по наши вещи они тоже как бы снимается и видео и свет но это мои как бы пожелания мои рекомендации и я думаю что они имеют право на существование и тем более на имеют право на рекомендации и поэтому наш этот семинар как вам уже сообщили будет и для художников по свету и для художников по видео вот все это вместе будет достаточно как бы с одной стороны за неделю научите тому и другому достаточно сложно но я такой задачи не ставлю понимаете вход в профессию если мы если здесь и ребята начинающие или получение получение какой-то достаточно большой информации естественно за неделю двух двух два недельных семинара хотя бы даже на уровне ликбеза естественно невозможно но мы подразумеваем что все мы взрослые люди и умеем учиться учиться самостоятельно вот и семинар скорее всего будет форме ну скажем так прогулки по нашей профессии я показываю вот ребята вот эта дверь здесь изучается за этой дверью вот эта история кому нужно углубленно заходите смотрите обратите внимание на это на это на это а вот в этой двери за этой дверью изучается вот это вот это вот это вот это понимаете потому что как бы а вот в эту дверь лучше вообще не ходить иначе там останетесь на всю оставшуюся жизнь то есть поэтому информация естественно она будет попробую ее систематизировать и разложить по полочкам но углубляться в какие-то вещи какие-то вещи которые я считаю необходимо разобрать очень документально я конечно на это буду обращать внимание больше какие-то вещи только конспективными все прочее это первая вещь вторая вещь так как все здесь с несколько разными задачами представлениями уровнем подготовки опытом вот то есть поэтому вот идет караван как определяется скорость по самому тихоходному суду поэтому все равно какие-то азы вещи я естественно буду повторять больше того что ну вот за десять лет где-то семинара особенно это отработано для художников по свету сами понимаете были и совсем новички и опытные дядьки у которых им не самому было чему получиться но даже когда я как бы рассказывал как бы азбучные вещи для многих опытных вещей людей извините для многих опытных людей они все равно воспринимали эту информацию и говорили что да очень полезно потому что по полочкам каким-то образом это дело все раскладывается вот и больше того собственно говоря как я докатился вот такой жизни с этими семинарами то есть захотелось систематизировать ну естественно поделиться но в первую очередь систематизировать свой опыт что откуда получается почему я делаю так почему я делаю не делаю и так вот и собственно говоря из этого получилось вот теперь давайте поговорим о том что естественно не на мне одном свет клином сошелся литература вот первое нет все таки вернусь себе любимому учебник у меня по постановочному свету и частично по постановочному видео в журнале свет звук новости он в свободном доступе это было мое условие в электронном виде что-то выпускается в журнальном виде в варианте книги еще пока нету денег не найти чтобы издать ее но в онлайн варианте этот учебник есть ссылку я вам естественно показываю вот журнал еще раз свет звук новости news light sound то есть это периодическое издание очень рекомендую это первое по свету дальше есть как бы книга учебник дамера из могилова и древолева не читал по одной простой причине очень боюсь заимствования и поэтому вот-вот допишу потому что еще одну редакцию я сделаю учебник и допишу наверное посмотрю и так значит дамир из могилы древолева библия библия из веков свет на сцене дальше базанов техника технология сцены это вторая библия как бы вот понимаете они базановская книга издана в начале семидесятых годов двадцатого века а из веков вообще издание сорок шестой тысяча девятьсот сорок шестого года но свет как и распространялся предмоглинина так и продолжает как бы распространяться и поэтому основы они никуда не девается как лучшая книга по живописи с основами это наверное не знаю леонардо да венчи трактата живописи понимаете сколько веков прошло актуальности для живописцев она не потеряла поэтому значит из веков свет на сцене и соответственно базанов техника технология сцены в технике технологии сцены больше конечно идет упор на технологии потому что это больше для совпостов для монтировщиков для художников постановщиков но люди в те времена были все таки универсальные и базанов достаточно глубоко как бы знал и постановочный свет поэтому основной справочный материал и основа там тоже есть кроме этого есть замечательная книга опять же все ее в один голос хвалят я боюсь читать это келлер этот фантастический свет то есть ссылку ссылку тоже там все они есть в интернете их можно найти совершенно совершенно не сложно так и и и и и и